И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Морзиёев провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики. Репортаж программы. На совещании отмечалось, принятые во время пандемии коронавируса решения по выведению всех сфер из затрудненного положения дали свои результаты. И в нынешней ситуации мы должны уметь предвидеть риски. Нам нужно определить конкретные меры, чтобы события в мире не сказались негативно на результатах. Особенно необходимо создать условия для предпринимателей и оказывать им всемирную поддержку, сказал глава государства. На совещании проанализированы текущее состояние экономического развития, определены дополнительные меры. Министерству экономического развития и сокращению бедности и Министерству инвестиций и внешней торговли поручено наладить ежедневный диалог с предпринимателями, помогать их проектам и экспортно-импортным операциям. Отмечена важность дальнейшего упрощения системы револьверного кредитования предприятий для пополнения оборотных средств в решении транспортно-логистических вопросов предприятий и экспортеров. Поручено проводить ежедневный мониторинг отраслей и регионов, оперативно принимать меры по предотвращению потенциальных рисков. Как известно, сегодня в мире наблюдаются проблемы с поставками продуктов питания и значительные колебания цен на них. Поэтому Кабинету министров поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания. Вновь отмечено, что основной задачей правительства является снижение инфляции и обеспечение скорейшего возвращения ее показателей к целевым параметрам. Президент подчеркнул необходимость поддержки предпринимателей, в том числе предоставления экспортерам льготных кредитов на пополнение оборотных средств и расширение практики возмещения транспортных расходов. Центральному банку поручено применить, с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке, осторожный подход к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса. Подчеркнута важность ежедневного отслеживания ситуации на внутреннем валютном рынке и информирования предпринимателей и широкой общественности о текущей ситуации, ожидаемых изменениях и принимаемых мерах. Президент Республики Визбекистан в начале совещания провел подробный анализ сложившейся ситуации в отдельных странах СНГ. Все экономические ведомства, во-первых, отчитались о выполнении поручений, которые были даны прежде всего Центральным банкам, коммерческими банками. Были приняты меры по обеспечению беспрепятственного перевода денежных средств наших граждан, мигрантов, которые трудятся в Российской Федерации. Это сейчас в основном осуществляется в российских рублях. Во-вторых, конечно же, это поддержка предпринимательства были даны поручения по укреплению тех экономических стимулов, которые способствуют поддержке малого и среднего бизнеса. Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать меры дополнительные по поддержке экспортеров. Налоговому комитету даны поручения по разумному использованию механизмов налогового администрирования. Это касается, прежде всего, облегчения разных бюрократических или проверочных требований в отношении именно малого и среднего бизнеса. Кроме того, соответствующие поручения получил Центральный банк в части улучшения кредитного обслуживания наших предпринимателей. Министерство финансов, в свою очередь, получило соответствующие задачи касательно удержания дефицита государственного бюджета. Президент четко и ясно всем нам сказал, что наша основная задача – поддержать малый и средний бизнес в этих сложившихся сложных условиях. Нам даны по разным поручениям от 7 до 10 дней срока для выполнения этих поручений. И, конечно же, мы на следующем совещании уже будем докладывать по всем соответствующим поручениям. Было поручение уменьшить транспортные расходы наших предпринимателей и экспортеров. В связи с тем, мы смогли договориться с нашими партнерами странами, в том числе Азербайджан, Грузия. Сейчас с этих портов идут на 30% дешевле. Кроме того, смогли договориться снизить расходы в Каспийском море. Также есть договоренность уменьшения транспортных расходов на 50%. Это с портов Туркмейн-Баши и Баку. Кроме того, с Министерством ведомств ведется работа по открытию новых транспортных коридоров. В том числе, буквально 16 марта первый груз отправили с порта Мумбаи, Индия, Пакистан, Афганистан, Узбекистан. Историческое событие, первый такой транспортный коридор. И мы теперь будем работать по увеличению этого транспортного коридора для выгоды наших предпринимателей. Также агентством по продвижению экспорта сейчас компенсируются транспортные расходы до 70%. Это тоже было озвучено в ходе освещения у руководителей страны, где было дано поручение сделать это быстро. Теперь мы можем уже компенсировать нашим предпринимателям транспортные расходы до 70%.